мои прекрасные зрители доброе утро новый день начинается и мы с вами начинаем новый блог я вас приветствую в новом дневном моем домашнем влоге сегодня будет про дом про домашние хлопоты все как вы любите надеюсь что у вас все хорошо а я быстро завтракаю и бегу на тренировку на завтрак сделаю вот такие мини пиццы ну такое вариации на тему пиццы купила такие тортильи это конечно не для пиццы но ничего я думаю что будет не хуже вот так вот размажу сейчас тут своего изготовления аджику сверху посыплю сыром еще добавила колбаски вот сейчас хорошенечко так сырком засыплю и думаю что еще помидорками сверху ну что ж уже аппетитно сейчас в духовочку разогретую так чтобы расплавился сыр пока те в духовке жарится еще две сделала штучки баночку опорожнила первую первый пошел с домашней аджикой ну что проверим что там получается так ну-ка 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 ой замечательно получается смотрите сыр просто расплавился классический скажем даже под булькой просто прелесть девчонки я уже позанималась у меня был пилатес и бассейн и вот я уже сижу в холле нашего спортклуба очень захотелось капучино смотрите какой у меня красивые принесли чашку капучино с такой пеной толстый толстый упругой очень вкусный в общем с удовольствием выпила все девчонки пришла я домой с тренировки адель иди открывай что ты стоишь что ты стоишь хвостом машешь давай папа ключи уронила давай давай спала небось видно что сонная подтягивается хозяйку дома нету а сторож тут спит на крыльце крепким сном да тут мясо я купила мясо вкусно пахнет нельзя адель вот так хорошо молодец пошла на прогулку ой надо контейнер забрать сегодня мусор к нам приезжал выгрузили уже надо забрать закатить дома все адель заходи будем закрывать калиточку аделька хватит нюхать давай заходи слушайте как сегодня жарко как сегодня жарко завтра у нас суббота если будет так же жарко то пойду на море понятно тебе пойду на море тебя не возьмут и непослушная сколько можно домой тебя загонять с ноги хоть толка и по сумкам не шарься вот ты мне скажи чего ты ничего не поела опять опять тебя упрашивать стоять надо аделька кушай аделька кушай да не вредничай так ну ладно все открываем дверь тоже будешь заходить ну хорошо вот девочки очень редко когда получается что идешь с тренировки налегке зашла в мясной магазин взяла мяско немножко свининки вот курятинки окорочков вернее даже не окорочка это бедрышки дальше на супчик взяла вот такой вот как-то называется суповое да такое с косточкой и дальше взяла фарша полкило свиного полкило куриного филейного у нас очень хороший фарш делают в магазине буквально вот на глазах у покупателя так что я в нем не сомневаюсь он всегда свежий не люблю я фарш дома делать такая вот хозяйка еще что-то мне захотелось потянула на оливье представляете поэтому взяла вот майонез взяла кусочек докторской колбаски ну и кусочек сыра голландского взяла так что вот такие у меня сегодня продуктовые покупки одели вот смотрите она чует что пахнет мясом свежим и она так очень очень терпеливо ждет знаю что и кусочек в любом случае перепадет до одели мясо кстати подорожало мякоть говядины в среднем по 230 гривен свинина правда дешевле немножко дешевле кроме шеи шея по 250 ну и фарш где-то в районе 170 за килограмм а вот это вот это я уже не помню сколько еще по дороге с тренировки заходила в ателье забрала леггинсы свои спортивные в которых я хожу обычно на тренировку представляете сдавала их переделывать потому что вдруг заметила что в талии они мне стали широки тут такой вот широкий пояс жесткий довольно и он раньше плотно так прилегал а сейчас стал отставать но в общем то я решил их сдать чтоб не его переделывали чтоб не его переделали и да надо померить потому что не мерила ой девочки я столько получила комплиментов под прошлым видео там где я решила покрутиться покрасоваться на стремянке когда яблоки собирала я не ожидала вот честно спасибо вам огромное мне очень-очень приятно так что вот я даже опять решилась сейчас померяю штаны и покажу вам а на обед будет наше любимое семейное и оно же мое фирменное блюдо мясо запеченное с яблоками и с картошкой я уже все подготовила мясо можно брать любое и говядину и свинину у меня сегодня вот курятина окорочка сначала слой мяса посолить подперчить добавить специи это естественно я даже сегодня вот свой вам в соусе его немножко замариновала потом слой яблок сверху слой картошка с луком и майонезом и обязательно притрусить сыром это уж без него без сыра никуда яблоки сильно крупно резать не надо потому что они могут превратиться в кашу вместо яблок можно будет добавить айву когда наступит сезон айвы айва уже у нас тоже скоро поспеет а вот картошку лучше порезать тоненько и сверху ее добавляем на слой мяса с луком картошка уже заранее была посолена поперчена и добавлен туда майонез если не любите с майонезом можно добавить растительного масла но с чем-то вот так вот умастить это обязательно не надо ее сухую отправлять в духовку и сыр я добавляю уже на готовности на этапе готовности картошки потому что сыр бывает разный он может и засохнуть и немножко зажарится а нам нужно чтобы он был мягкий и тянулся ну что ж вот и картошечка готова поджаристая аппетитная ароматная а теперь внимание картошка съедена грязный противень и делаем и противень чистый хоть просто салфеточкой протри вот такой лайфхак а все весь секрет это бумага для выпечки подстеленная вниз но что бумага хорошо легла ее сначала нужно намочить водичкой и тогда не нужно полчаса оттирать противень и что-то зажаренное и пригоревшее оттуда удалять а потом решила сделать насыпной яблочный пирог мой фаворит этого лета ну помните да стакан манки стакан сахара стакан муки все перемешиваем трем яблоки и засыпаем послойно яблоки и сухую смесь а потом сверху немножечко 100 граммов разложить тертого замороженного сливочного масла и получится просто яблочное объедение вот такое яблочное меню у меня на сегодня получилось вот так незаметно пришел вечер совсем стемнело очень тихий и уже немножечко так по осеннему свежий вечер что осталось полить мне и в принципе на сегодня все дела сделаны не буду сегодня сильно поливать и включать фонтанчик дождевальщик свой газонный а просто слегка пройдусь вдоль газона по кустикам по хризантемкам освежу немножко и все люблю очень эти вечерние душевые процедуры для сада и сад по моему тоже радуется им и 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 а еще очень люблю время тихого вечернего релакса когда можно налить чаю большую красивую чашку бросит удаломки кремона попробовать собственноручно испеченный яблочный пирог и отключиться минут на 15 от всего наслаждаюсь моментом спокойной ночи мои прекрасные зрители я буду пить свой чай пробовать пирог и будем надеяться что у нас будет все хорошо и хай ночи тебя моя украина ну 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 вот мы и на море все как обещала наш летний сентябрь не заканчивается 27 градусов сегодня посмотрела на термометре было в тени на солнце уже сто процентов что есть 30 в общем такое у нас сентября не знаю что в этом году происходит с погодой воду я уже попробовала она не могу сказать что теплая такая нормальная освежающая купаться можно градусов 22 23 возможно 24 людей на пляже видите сколько все такие лежат все такие расслабленные но выходной поэтому много людей и море чистое хотя есть вот такая вот рябь зыбь бриз сегодня я без адельки ну за ней же нужно смотреть как за ребенком а мне хочется расслабиться и может быть даже подремать на песочке такое это удовольствие вот потом разогреюсь и обязательно пойду купаться сезбь бриз вот 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 Видите, вот так вот ходить на пляже с беспокойной собакой. Так что я буду загорать купаться, мужички здесь такие развлекаются, вот, и на этом вас покидаю, до новых встреч в новых видео, они будут очень скоро, подписывайтесь и не забывайте ставить лайки, подобайки. Субтитры сделал DimaTorzok